На повестке очередного заседания Сухумского городского собрания четыре вопроса. Первым депутаты рассмотрели письмо Беслана Эшба о возможности внесения изменений в бюджет города за 2024 год. За восемь месяцев поступило 569 миллионов 763 тысячи рублей подоходного налога. По словам мэра, исполнение бюджета составило более 110 процентов. Это около 75 миллионов рублей. Беслана Эшба отметил, что тенденция перевыполнения бюджета сохраняется уже несколько лет. Глава города предложил перевести эти средства на ремонтно-строительные работы, приобретение спецтехники для столичных служб и оказание финансовой помощи пострадавшим во время стихийных бедствий. Депутаты горсобрания единогласно поддержали инициативу столичных властей. В принципе, сумма составляет от перевыполненного плана менее 70 процентов, чуть больше 50. Суммарно, если мы говорим, это 75 миллионов рублей. Вот у нас еще остается небольшая подушка. Поэтому решили к вам обратиться для того, чтобы вы внесли изменения в доходную и расходную часть бюджета в этом размере, из которых приблизительно порядка 50 миллионов рублей идет на строительно-монтажные работы, порядка 20 миллионов рублей пойдет на приобретение дополнительно специальной техники. И нам надо дополниться по резервному фонду. У нас по некоторым позициям нам приходится стихийные бедствия, заявления, которые к нам поступили, прошли комиссионные заседания и так далее. Надо будет нам, людям, помочь. Поэтому я просил бы эту часть, порядка 5 миллионов рублей, за нами закрепить. Бедства, которые необходимы для мусорного полигона. Есть у нас необходимая техника, которую нам надо новую тоже приобретать, потому что вы сами знаете, в каком состоянии вся техника. Ей приходится в город Гал ездить в день по два раза. Это очень большие нагрузки. Троллейбусная линия будет перенесена с улицы Акертава на улицу Ладария. Данное решение было поддержано депутатами. Будет демонтирована контактная электросеть городского электрического транспорта по улице Акертава в направлении движения от улицы Джелия до улицы Арзенба. По улице Акертава будет организовано одностороннее движение, как и от улицы Арзенба до улицы Джелия. Решение принято в целях повышения безопасности дорожного движения. Председатель собрания Дмитрий Осия отметил, что люди жалуются на заторы, систематически возникающие на улице Акертава. Изменение троллейбусного маршрута может отчасти помочь с решением этой проблемы. Администрации столицы необходимо установить соответствующие дорожные знаки. Мэр города подчеркнул, что район Турбазы, густонаселенный в курортный сезон, там резко увеличивается поток автомобилей. У нас еще проблема от 14-й школы до самой реки Келосур. Там постоянно периодически падают деревья, знаем, когда у нас там трогать их нельзя, ввиду экологических вопросов и так далее. То есть вынуждены смотреть и ждать, когда там создаться очередная ситуация. Поэтому действительно, как было сказано, уже мы прорабатываем несколько вариантов. Но не успеваем за ростом цен. Допустим, в одном месте договорились по какой-то цене, начинаем готовить финансовую модель, начинает цена подниматься или на электробус, или на троллейбус. Троллейбус, когда мы начали говорить, он стоил 20 миллионов рублей, сегодня стоит 45. Допустим, поменьше, который электробус, начинали говорить 6,8, сегодня 17,18. Но не успеваем за него. Плюс, помимо этого, даже если заемными средствами пользоваться, они там стоили 11-12 процентов, сегодня все ушло за 20 процентов и так далее. То есть, ну вот, ситуация, она такая, сложно регулируемая. Но мы еще рассматриваем другие варианты представителей нашего управления троллейбусным, троллейбусным хозяйством, смотрят вариант о капитальном ремонте действующего парка, который у нас есть, с возможностью его вывоза на территорию России для проведения капитального ремонта. Предварительное договорение у нас есть. На заседании присутствовали представители МВД. Депутаты поинтересовались, не станет ли левая полоса улицы Акертава так же парковочной, как и правая. На сегодняшний день очень много у нас проблем возникается по улице Акертава, так как насыщенное население, очень много гостей приехали, отдыхают. И очень много машин, транспорта сегодня по улице Акертава. От 17.00 до вечернего времени очень много туристов проходит через МВО, наши отдыхающие. И в связи с этим приходится на сегодняшний день, как Федорович сказал, будем решение принимать, как он целесообразно на сегодня. Эта линия левая, которая является сегодня встречной, вы помогаете нам всем организовать движение, закрываете глаза, ставите там патрули, пропускаете машины по левой линии. Но когда, ранее с коллегами нами тоже обсуждали, что когда эта линия откроется, она будет движением односторонним, не будет ли левая часть этой улицы парковочной, как сегодня является правая? С левой стороны там парковок никаких не будет, это уже ГАИ гарантирует. А нельзя вот где 14-я школа, вот там сделать развороты, чтобы троллейбус уезжал. Пока, если я понимаю, самая такая сложная и опасная для работы, это вот где деревья падают. А в этом ключе, если там развороты, я знаю, есть, просто перенести и пустить троллейбус, чтобы он потихонечку, в ближайшее время, там нет опор линии, ты же понимаешь, что... Я понимаю, но это понятно, что не завтра. Но в итоге это просто никакая... То есть мы вообще, пока мы все это убираем, и это мы в ближайшие год-два не делаем, или какой ящик мы это... Просто понимание, там большое население, и людям надо ездить. Третьим вопросом депутаты заслушали отчет о проделанной работе начальника департамента Организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж, который рассказал об установленных и предстоящих установке в светофорах, остановках, лежачих полицейских дорожных разметок. В этом году у нас остановочных павильонов было установлено 4-5 остановочных павильонов. Это, значит, водоканала. В прошлом году мы сделали с одной стороны остановку в направлении города Сухом. В этом году... В прошлом году начали, но не закончены были работы. В этом году закончили уже с города в сторону нового района. Улица Бумская, где, значит, кафе Бисквит в направлении Вьема тоже установлена остановка. Новый район, так называемый Пятачок. Также на новом районе по улице Аргон, выезжая до Ветерка, где милиция ВВД Новорайонская, там также была установлена остановка. Сейчас, значит, стоит вопрос об установке остановки на улице Лагвилава. Отчет был принят депутатами. Далее заседание продолжилось без участия журналистов. Шазина Ханагу, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.